Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. И лицащи не приемлют вас, исходящие от града того, и прах от ног ваших отрисите во свидетельство наня, исходящие же прохождаху сквозь веси, благовествующие и исцеляющие всюду. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 9, с 1 по 6 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Созвав двенадцать учеников своих, Иисус дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. В какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Вот такие в ангельской строке сегодняшний день Святая Церковь нашему вниманию предлагает. Апостол Лука рассказывает нам о том, как Господь посылает учеников на проповедь. Важно было учеников приготовить к тому труду, который надлежало им сделать после вознесения Христа на небо. Ведь они были должны пойти во все народы, исповедуя, проповедуя Христа распятого и воскресшего, уча народа соблюдать то, что Господь повелел, крестя людей в имя Отца и Сына и Святого Духа. А ведь кто были апостолы? Знаете, они не заканчивали институт международных отношений. Они не были специалистами по различным культурам, по истории народов, не были специалистами в разных языках. Конечно же, все это могло их напугать, когда бы Господь им сказал, «Все, теперь идите в Индию, например, или в Африку, или куда-то там на север к скифам, и переводите их к свету истины». Даже если бы в тот момент, что и произошло, дать умение говорить в разных языках, душ их исполнить силой и отвагой, благодатью Духа Святого, то, наверное, они все-таки могли бы возмутиться внутри себя, смутиться, испугаться. И вот здесь тоже своеобразное научение, своеобразная тренировка им дается. Что-то идите к своим, к своим соплеменникам. Дети в города, в Весе. Люди вас знают, вы их знаете. Вы все одной истории, одной культуры, одних обычаев. Вам будет просто им говорить все это. И потом, ведь здесь еще смотрите, что нам открывается. То, что делали апостолы, все это касаемо вообще всей церкви. Мы принадлежим церкви апостольской. И то, что делали апостолы, в какой-то степени должны делать все мы. Всякий ученик Христов должен быть апостолом в своей жизни. Конечно же, не все могут подобно им оставить все, пойти за Христом, да, и вот так вот служить всей своей жизнью. Хотя, с другой стороны, каждый в своей жизни, на своем месте может нести вот этот апостольский труд. А что для этого нужно? Как раз Евангелие нам очень четкие рекомендации дает. Ну, во-первых, да, что еще нам с вами нужно заметить? Ведь Господь дает им власть и силу над бесами и врачевать от болезней. На тот момент это было необходимо, потому что были очень сжатые сроки. И одного слова апостольского тогда было мало. Вот именно на тот момент. Потому как у них, у самих, как у людей, еще авторитета большого не было. Знаете, в какой-то степени сейчас нам, современным православным христианам, проще, да, говорить о Христе. Потому что у нас за плечами две тысячи лет истории святости, истории спасения. Вот это вот практики духовной жизни, где люди меняются, да, и становятся святыми. Приходит состояние обожения. Все это если можем свидетельствовать вот об этом пути. А вот тогда апостолов не было. И вот для того, чтобы люди их слышали, Господь им дает вот эти уникальные возможности. Дает особое проявление своей силы. Чтобы всякое упоминание о нем, о Христе, оно сопровождалось демонстрацией вот этой божественной власти и божественной поддержки. А какие особо примеры чудес должны были быть? А вот изгонять бесов, потому что, видимо, бесноватых в то время было довольно много. Потому что демоны так нагло и дерзко воздействовали на людей. И врачевать от болезней. То есть ведь что для человека в жизни, как правило, самое дорогое? Это то, что его касается. Его, его ближних, да, его семьи, тех, кого он любит. И человек ведь всегда все равно стремится к покою, к миру, к радости, к какому-то безоблачному состоянию. А тут беснование, а тут какая-то болезнь. Ну, конечно же, все это не может не тревожить нас, не может не мучить нас. И человек всегда ищет освобождение вот от этого всего. И, соответственно, здесь ученики и шли, и исцеляли, и исцеляли, и прогоняли бесов. И опять же доказывая тем самым, что они с Богом заодно. Ну, кто еще беса может прогнать? Ну, кто? Только тот, кто сильнее беса. А сильнее беса кто? Господь Бог. Бог, потому что творец всего. Кто может исцелить от болезни слова? Много всяких, знаете, там бывает экстрасенсов, целителей, ну, что тут скажешь. Шарлатаны, обманщики, обещают много. На выходе ничего нет. А тут вот болезни, любые причем, исцелялись. Каким бы ни был одержим недугом, исцелеют. Все это было учеников. Ну, вот идут, идут исполнять волю Божию. Вот оно, служение апостольское, исполнять волю Божию. Всякий человек может это делать. Они это делали. А когда человек может исполнять волю Божию? Когда он от своей отвергается. Кстати, очень важный принцип. Вот наша жизнь, она полна каких-то вот падений, неудач, только из-за того, что нам не хочется отвергаться от своего. А ведь Господь как сказал, кто хочет идти за мной, отвергнись самого себя. Это первое, что нужно, отвергнись. Откажись буквально от своих интересов, отскажись от своей какой-то выгоды, от своих желаний даже. Вот ради того, чтобы выполнять волю Божию. Научись соединять волю свою с волей Божией, тогда тебе откроется удивительное. Вот апостолы, видим здесь, они это смогли. Почему стали апостолами? И всякий человек может это сделать. Да, не всякому Господь ставит цель идеи народа, вот тот-то обратит ко Христу. Но, знаете, в нашей жизни, в обычном, мы можем, мы не то, что можем, мы должны жить так, чтобы люди смотрели нашу жизнь и желали быть такими же. А это будет возможно лишь только тогда, когда мы ради Господа перестанем жалеть самих себя, когда перестанем угождать сами себе. Сказал Господь ученикам, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не иметь по две одежды. О чем здесь речь? О, как раз, о этом неугождении самому себе. То есть не ищите крысть, не ищите какой-то выгоды, не ищите каких-то материальных благ, потому что служители распятого, ученики распятого, друзья распятого и воскресшего, они не должны быть такие, вот как, знаете, люди мира сего, как миропоклонники, миролюбители. Будьте свободны от этого всего, потому что привязанность к земным вещам, она сделает вас неспособными быть с Богом, неспособными быть в божественной свободе. В какой дом войдете, там оставайтесь, оттуда отправляйтесь в путь. Да не ищите какого-то удобства, не ищите какой-то роскоши, не ищите каких-то особых там блюд, когда вас там кормят. Будьте скромны, будьте воздержаны, будьте в хорошем смысле нищие. Потому что одно даже вот это, оно привлечет даже к вам такое правильное внимание. Вот в учении апостолов есть такое выражение, что лжепророком является тот, кто живет где-то больше трех дней и не работает. Ну, вроде как бы пророчество, это тот лжепророк. Три дня это максимум, когда ты можешь жить за счет кого-то. А дальше все, давай трудись сам. Помните, апостол Павел говорил, кто не работает, то есть пус и не ест. Ну, если ты можешь трудиться, почему же ты живешь там на шее у братьев своих? Нет, давай трудись. Апостол Павел сам трудился, зарабатывал себе на хлеб. Хотя уж, конечно, уж его-то ученики могли содержать. Так вот и всякие, знаете, должны стремиться к этому. Служить людям, служить. А не требовать у них услужения к себе. Если гений примут вас, то, выходя из того города, трясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Ну, здесь как бы такой некий образ, что вот как в языческое селение зашел, чтобы не оскверняться. Даже местом уйдей там потом обувь отрисал. Что даже вот эту землю языческую с собой не принести. Так вот и пришли в селение, принесли им весть о жизни. Они не захотели. Они захотели остаться в тьме и в смерти. Крайне говоря, как последнее предупреждение, вот это явите. Что вот смотрите, ведь кем вы себя сделали, люди. Вы отказываетесь от этого всего. Ну, что ж, жалко нам. Ну, тогда мы не с вами. Даже прах отрисаем от обуви своей. Чтобы они как-то, может быть, испугались этого, вразумились после этого всего. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Вот такие евангельские строки мы с вами прочли в сегодняшний субботний день. Читали мы Евангелие от Луки, главу 9, с 1 по 6 стих. Напоминаю всем нам необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне пребывает со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok